Здравствуйте! Это итоги дня телеканала Уллправда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Возродили Петров овраг. В Ульяновске прошел чемпионат по мотокроссу. Все пучком медицинский центр радиологии в Димитровграде принял первых пациентов. Бегом от инфаркта ульяновские бабушки и дедушки зажгли на фестивале скандинавской ходьбы. ЮНЕСКО собрала в Ульяновске международный культурный форум. С 27 по 29 сентября в Ульяновской области под эгидой ЮНЕСКО проходил международный культурный форум. В его рамках состоялись семинары, круглые столы, мастер-классы, конференции по вопросам социального предпринимательства и креативной индустрии. Ключевое мероприятие деловой программы 9-го международного культурного форума стало пленарное заседание. Оно прошло в Ульяновском педагогическом университете. В нем принял участие губернатор Сергей Морозов. Форум нынешний год особенно. Я, прежде всего, имею смысл, вкладываю смысл в эти слова, говоря о том, что он проходит в новых условиях реализации, прежде всего, национальных проектов и национального проекта культуры. И пусть вас здесь ничего не смущает. Действительно, очень интересный проект. Отраслей много, а национальных проектов мало. Здорово, что Казахстан и президент нашей страны почувствовали, что без культуры говорить о серьезном экономическом, финансовом, если хотите, о таком национальном прорыве невозможно. Одной из основных тем форума стала поддержка некоммерческих организаций в сфере культуры. Как отметила директор программ благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус, главный инструмент поддержки НКО – создание фондов целевых капиталов. Они помогут решить проблему долгосрочного финансирования. К сожалению, нельзя сказать, что Ульяновская область – лидер по развитию целевых капиталов. В регионе пока ни одного целевого капитала не зарегистрировано. Но как раз поэтому благотворительный фонд Владимира Потанина считает важным организовать здесь в рамках культурного форума секцию, на которой мы будем говорить с организациями культуры и образования о том, почему это важно, каким образом это может быть сделано. Еще одной темой стали креативные индустрии и создание для них творческих пространств. Руководитель проекта «Фабрика 18-30» из города Балашиха, продюсер городских проектов Ирина Фельченкова высказала свое мнение о развитии творческих пространств, которые смогут стать толчком для развития региона. Она подчеркнула, что сейчас важно создать свой неповторимый почерк творческого пространства. Эффект от создания творческих пространств огромен и ресурс для этого в каждом городе есть. Но самое главное, чтобы это не было копирование западных шаблонов, потому что мы очень часто в это сходим, потому что мы хотим быть современными, модными и продвинутыми. Мы берем западные шаблоны, которые прекрасно отработаны у них, но в другой ситуации, и просто их копируем. Самое главное – это опора на местную локальную культуру. Вот этот символический капитал, который есть в каждом регионе, в каждом селе, в каждом муниципальном образовании. Также участниками пленарного заседания стали эксперт Государственной думы Глеб Тюрин, писатель-житель литературного города ЮНЕСКО Гейдельберг, Германия Жан-Мишель Робер, исполнительный директор фонда Ульяновской культурной столицы Татьяна Ившина, Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. После дюжины лет забвения Петров-Овраг зажил новой жизнью. На его территории прошли зрелищные мотосоревнования. Что думают байкеры о трассе и чем будет наполнен возрожденный спорт-объект в нашем материале? Первенство и чемпионат по мотокроссу прошли в минувшие выходные на окраине нового города. На восстановленной трассе механика в Петров-Овраге собрались самые рисковые байкеры со всей страны. 80 спортсменов показали мастерство владения байком в по-настоящему захватывающих соревнованиях. Два километра трассы шириной 8 метров с неожиданными поворотами и подъемами рассчитаны как для профессионалов, так и для новичков. Однако участники признаются, одолеть эту трассу препятствий не так уж и просто. Ну, потому что она очень скоростная. Ну и, во-первых, длинные, прыжки большие. Трасса ждала своего часа более 10 лет. Чемпионат России проводился на ней в 2007 году, после чего следовало забвение и статус местной заброшенки с мусором и бурьяном. В этом году спорт-объект возродили. Инициатором выступили участники байкерского клуба «Ночные волки». Их поддержало региональное правительство. Да, очень серьезная работа. Низ был полностью заросшим, кустарники, мусора очень много. Еще не до конца очистили этот мусор, но уже к этому идет, чтобы до конца освободить. Есть куда стремиться. Петров овраг необходимо обустраивать и дальше. На соревнования приехал Сергей Морозов, чтобы обсудить со спортсменами и чиновниками вопросы дальнейшего развития. Глава региона цели обозначил. Должно возрасти количество спортивных мероприятий, причем круглогодичных. Второе. Необходимо насытить этот конструктор-парк культурными мероприятиями. В-третьих. Необходимо, чтобы и региональные, и муниципальные бюджеты стали активными участниками и поддерживали байкерский клуб. Ну и вообще в целом все это огромное-огромное, очень важное движение. В дальнейшем жизнь Петрова оврага будет наполнена не только брутальным ревом мотоциклов. На его территории планируется проведение лыжных соревнований, зорницей и культурных мероприятий. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улправда ТВ. Федеральный медицинский центр радиологии в Димитровграде работают вторую неделю. Первые восемь пациентов сейчас проходят терапию в рамках клинической апробации. Подробности в репортаже Ренаты Алиуловой. Восемь лет строительством, 22 лечебных и технических корпусов. В перспективе 1200 спасенных жизней ежегодно. В Федеральном медицинском центре радиологии в Димитровграде начали принимать первых пациентов. В этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций. Отбор пациентов проводят непосредственно уже клиники, в которых пациенты наблюдаются. Нам направляется медицинская документация, и по этой медицинской документации мы проводим отбор. Лучевая терапия для онкобольных в центре рассчитана на несколько этапов и в среднем занимает 21 день. 30 сентября ехать на полостную операцию в Самару. И мы 19-го числа позвонили, сказали, приходи. Мы с супругом пришли с определенным скепсисом, пришли так, как бы, как испытатели думали. Но после разговора с Лизатой Александровной, с Айтеком Эльбрусовичем, врачами, вот, потихонечку стали уже думать, как бы нас обратно, ну, как бы попасть уже сюда. Наша съемочная группа прошла по пути лечения пациентов. Первый этап – предлучевая диагностика. Чтобы определить размеры опухоли и ее границы, пациент проходит компьютерную томографию. Фиксирующие устройства подбираются индивидуально, а точнее изготавливаются прямо на месте. Речь идет о специальных матрасах и масках, которые исключают любое движение внутри аппарата и одновременно делают пребывание комфортным. При этом пациент может свободно общаться с врачами и по возможности слушать музыку. Дальше мы получаем компьютерно-демографические изображения, на основе которых строится 3D-модель тела. Мы выносим критические структуры, которые должны быть защищены в процессе лечевой терапии. И выносим облучаемый объем. И вот эти вот данные передаются уже на планирующую станцию. Планирующая станция – второй и ключевой этап в лечении. К работе подключаются медицинские физики, основная задача которых – подробнейшим образом изучить снимки и назначить дозу протонной терапии. К расчету дозиметрического плана может привлекаться консилиум врачей. Право на ошибку – нет. Чтобы минимизировать вероятность ошибки, мы после того, как проводим дозиметрическое планирование и передаем готовый план уже на систему облучения, прежде чем лечить пациента, мы проводим верификацию этого плана. У нас есть большое количество разнообразного дозиметрического высокоточного оборудования, для того, чтобы мы могли, прежде чем положим человека на стол, убедиться, подведем ли мы нужную дозу к нужному объему и не переобучим ли мы ненужные области. Далее наступает непосредственно сама терапия. Каждый день пациент посещает комнату лечения. Лежа в специальной камере, пучок протона начинает уничтожать опухолевые клетки. Сам человек этого процесса не ощущает. Пучок невидимый, физическая боль отсутствует. Сейчас мы лечим в комнате, которая использует протонную терапию, сканирующий карандашный пучок. Это одна из самых современных методик. То есть протоны, они идут прямо по краю опухоли, то есть они могут менять свою конфигурацию, могут менять глубину. То есть вся мишень покрывается именно воздействием этого излучения. Протонная терапия, в отличие от фотонной, дает возможность лечить вторичную опухоли головы, печени, предстательной железы и опухоли глаза. Протонный ускоритель циклотрон начали устанавливать в Центре медицинской радиологии в Димитровграде в октябре 2016 года. На самом деле это его маленькая копия в настоящую величину. Вес циклотрона достигает 250 тонн. Он разгоняет протоны с большой скоростью, после чего направляет их прямо в опухоль. Как мы выдаем пучок? В Центр циклотрона, такая большая спиралька, мы выдаем маленькую струю водорода. Водорода отрывается с помощью магнитного поля электрончик, остается только протон, ядро. Ядро раскручивается по спирали и вылетает с энергией 235 мегаэлектрон вольт. Первые пациенты Федерального медицинского центра радиологии – жители Ульяновской области. Через год лечения в крупнейшем медицинском комплексе смогут получать не только взрослые, но и юные пациенты от 6 лет. Рената Леулова, Данил Сурков, новость Улправды ТВ из Димитровграда. Региональный этап первого открытого фестиваля северной ходьбы «Спорт. Норма жизни» объединил более 500 ульяновцев. Как этот вид спорта воспринимают ульяновские пенсионеры, расскажут наши корреспонденты. Ульяновские бабушки и дедушки продемонстрировали отличную физподготовку на фестивале скандинавской ходьбы. «Спорт. Норма жизни» мероприятие состоялось в эту субботу в парке Прибрежном. Спортсменам фестиваль пришелся по душе. «Все, и природа, и улыбки, и смех, и команды. А приветствие какое было. Все, и как начали. Все здорово, все очень здорово. А если вы видели, как нас приветствуют по дороге, мы друг другу. Физкульт привет, физкульт привет. Все замечательно». 500 человек преодолели 5-километровую трассу. Дистанция немалая, но участники этому только рады. Ведь многим из них скандинавская ходьба помогла разобраться в сердечных вопросах. «И очень довольна, рада, что пришла. У меня со здоровьем очень многие проблемы ушли. Ну, сердечно-сосудистая система. Вот недавно буквально сдавала, кардиограмму проходила, сказали, что все в порядке. Хотя были проблемы». Мероприятие оказалось не только здоровым, но и полным сюрпризов. В завершении фестиваля для участников устроили розыгрыш призов и церемонию награждения. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ. В этом году микро-мостовая в Ульяновске отметил круглую дату – 370 лет со дня основания. По этому случаю на выходных мостовчане устроили массовые гуляния. Для этого на один день сделали пешеходной улицу Российскую. Мостовая – не просто частный сектор, а участок, связанный со многими историческими событиями Симбирска. Основали мостовую Слободу в 1649 году казаки, переведенные из села Федоровское Казанского уезда. Они построили дома, церковь, возделывали землю, занимались рыболовством. Сегодня мостовая – это большой микрорайон, где проживают тысячи ульяновцев. Праздничные гуляния по случаю 370-летия мостовой прошли на улице Российской. Видите, мостовая – она как охранная зона у нас, мы засечены черта, всегда охраняя Симбирск. Сначала нас мостовой основали, как сохранять Симбирск, а буквально через определенные 20 лет, что уже как отец этого места штурмовали Симбирск. Поздравить местных жителей с юбилеем приехала и большая делегация с малой родиной, основателей мостовой – села Федоровское. Нам очень отрадно, что через годы, через расстояние люди, жители находят друг друга, находят общие истоки, истории для всех нас. Российская история, она близка, близка по духу. И тем более нам отрадно, что достаточно активно живут наши сородища. Для жителей микрорайона организаторы подготовили праздничную программу «Фанфары юбилейные звучат». Прямо на улицах экспонировалась выставка декоративно-прикладного искусства от местной детворы и книжная иллюстративная выставка об истории Слободы. Свою спортивно-развлекательную площадку представил клуб «Симбирцит». А замерзнуть гостям не давали полевая кухня и зажигательное выступление кавер-группы. Завершился вечер праздничным салютом. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Новости Улправды ТВ. Свой профессиональный праздник отметили казаки Симбирска-Ульяновска 27 сентября. А так как праздник выпал на пятницу, праздничные мероприятия перенесли на субботу. В центре города прошли соревнования, показательные выступления и выставки. Несмотря на прохладную погоду, на выходных в центре Ульяновска было жарко. На соборной площади и эспланаде отметили региональный день казачества. Праздник учредили в 2017 году по инициативе казачьего сообщества. Чуть больше четверть века назад, 27 сентября, на первом казачьем круге возродилось Симбирско-Ульяновское казачество. Казак – это глубоко верующий православный христианин. Поэтому свой профессиональный праздник они начали с молебнов в Спасском женском монастыре. Далее торжественная часть перенеслась на улицу, где поучаствовать в празднике могли все желающие. На эспланаде развернули выставку традиционного казачьего оружия и современных образов вооружения. Здесь же прошли межрегиональные соревнования по рубке шашкой казарла. У нас проходит, как правило, четыре соревнования за сезон, за летний, осенний, весенний период. Это три региональных соревнования, одно межрегиональное. Сейчас в данный момент мы находимся на межрегиональном соревновании. К нам приехали гости из Самары, Мордовии, Пензы и ульяновские ребята, казаки. И просто участники принимают участие в данном соревновании. На праздники можно было покататься на лошадях, а гостей развлекали творческие коллективы. 1 октября ожидается ухудшение погодных условий. Утром и днем на территории Ульяновской области ожидается усиление южного ветра с порывами до 21 метра в секунду. Температура воздуха составит 11 градусов тепла, местами возможен дождь. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Уллправда.ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале ulpravda.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин